Великие праздники Но он является великим благословением для нас Потому что сам Бог это сделал для нашего блага Для нашего освобождения И прихождения к Богу Для нашего освобождения от царства тьмы И прихождения к царству света Я хотела бы сочетать одно слово И у меня есть причина, почему я хочу это почитать Первое Коринфянам, пятой главе Я хочу прочитать седьмой стих Тут написано Итак, очистив старую закваску Чтобы быть вам новым тестом Так как вы бесквасны Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас Пасха наша бесквасная То есть в пасной там, знаете, бродит Все брожение происходит И Пасха наша, Христос заклан за нас Давайте посмотрим К этому слову я могу присоединить Именно вот в это время этого года Когда мы празднуем этот великий, замечательный, очень великий праздник Это распятие Христа и воскрешение То есть Христос на кресте Что сделал? И сделал это для того, чтобы нас вывести из рабства То есть и Он был Иисус Христос наша Пасха Что такое Пасха? Пасха это по-еврейски будет Песах Песах всегда празднуется на третьей По-моему это, если точно, по-моему на третьей неделю Месяца Ниссан Вот это именно в это время Вот сейчас он прошел уже Он был недавно, по-моему 27 марта Он прошел в этом году Песах это означает переход Песах это переход То есть народ Божий перешел из рабства Египта Он перешел в свободную национальность В свободную страну, в свободную землю Он вышел Он вышел из рабства И они празднуют этот Песах И есть выхождение И так, как прошел народ Божий через Красное море Это тоже олицетворяет наше прохождение Через кровь Иисуса Христа Красное море Вы знаете, даже название Красное море И через Божью кровь, святую, пролитую за нас Это есть пройти, то есть он нас омыл прохождение И он же явился, Иисус Христос И явился нашей Пасхой То есть, что такое Пасха? Это в этот день торжествует И в этот день они приносят жертву молодого ягненка Непорочного молодого ягненка И они проливают кровь ягненка Приносят жертву и едят тело ягненка Как жертвенное едят И празднуют Это именно празднуют Проливают кровь за грехи на целый год Омываются грехи И Иисус Христос, когда Он сказал Сейчас скажу мне Я выписала просто в Я выписала в английской Библии все Я просто буду вам переводить Смотрите, и в Иоанна 19 главе В 14 стихе Мы знаем, что Иисус Христос явился этим агнцем Агнец – это ягненок Он явился этим беспорочным чистым ягненком И его должны были принести в жертву И Он явился жертвой И поэтому написано, что в Иоанна 19 главе 32-33-36-7 Написано, что Потому что Он явился, как Иоанн сказал Когда была тайна и вечери И Он собрал учеников и им сказал Вот будете Вот это я есть Мое тело, ломимое за вас Помните эти слова? И кровь пролитая И кто будет есть мое тело И пить мою кровь Будете иметь со мной участие Вы знаете, вот это есть Когда В традиции После того, как был исход Они вышли из рабства И пришли в свободу Теперь Господь выводит нас из рабства И когда народ вышел И они праздновали И они приносили в жертву ягненка И кровь проливалась за грехи И тело они, это ягненка, должны были съесть То есть, ну, как бы приготовить Для съедения этого Именно жертвы, принесенной за грехи И так же Иисус Христос То есть, Он умирает На крови На кровь его проливается Он нас выводит из царства К тьмы Из рабства Из рабства сатаны То есть, люди, которые не верующие В Иисуса Христа Они находятся в рабстве сатаны В темноте Только Бог освящает Только Бог дает свет Только Иисус Христос И кровь его Открывает нам Новую жизнь Новую жизнь Уже опять прийти Вот как вначале Как Господь нас создал Прийти в этот Эдемский сад И Он есть И является Иисус Иисус Христос Является древом жизни теперь Он является древом жизни И Там как-то фонарь стреляет И Вот это Иисус Христос И поэтому Иисус Христос И сказал Я пришел Не отменить Писание То есть закон Это есть Писание Но его исполнить Закон Вот закон должен был Теперь он и явился Агнцем Он явился теперь Потому что он сделал это раз Сделал это священную кровь Все потому что Кровь ягненка Не может быть Обыкновенного ягненка Непорочного Принесенного на Пасху Не может быть На вечный То есть Кровь ягненка Не может быть святой Его приносят Непорочного А теперь он сам святой Бог, спролил свою святую кровь, и теперь навечно, все, кто уверовал, навечно, одним разом он сделал совершенными всех приходящих к нему, освящаемых, написал, он осветил и сделал всех совершенными, одним приношением. Вот это есть, Господь Христос есть наша Пасха, Господь Христос есть наш Агнец, Господь Христос взял наши грехи и понес на себе, и вот мы уже читали, он вне Стана, он должен был погибнуть, то есть вне Иерусалима. Да и поэтому это именно так происходили жертвоприношения, и так они, и он это исполнил, он пришел и исполнил, но это великая жертва, это теперь великая жертва, это одна жертва, теперь нет необходимости приносить жертву козлов и негнят. Вы знаете, там еще в еврейском послании, то есть это слово пришло, и вот эти вот законы пришли для еврейского народа, чтобы еврейский народ соблюдал заповеди, вот эти все, и постановления, и праздники, и все, что это Господь заповедал еврейскому народу, и все празднования. И теперь Иисус Христос все это исполнил, все это сделал, теперь мы можем тоже принимать участие в этом и говорить, и сказать, что Иисус Христос, мы есть, принимаем участие в Пасхе. Иисус наша Пасха, какое великое, какое великое дал нам благо всем неевреям, все, кто неевреи, все, которые неизбраны народом Божьим, которые вышли от плоти, плоти крови от Авраама. Вы знаете, они как бы старшие братья наши, и поэтому какая радость и какое чудо, что было благодарение Господу, что нас выявил из рабства тьмы, из рабства, которому греху, из рабства, которым руководил царь тьмы, темноты, сатана, дьявол. И Он вынес нас и поставил свое великое чудное Царство Света, и Он явился этой жертвой, и Он явился нашей Пасхой. И вот это мы сейчас, эти три дня, сегодня уже пятница, завтра суббота, и мы знаем, что в субботу Он проповедовал, Пошел, проповедовал всем уже в царстве, в преисподние Он, Он сошел, в преисподние проповедовал, и теперь на третий день Он совоскрес. И то есть тоже есть один символ, у него есть название, я могу просто, еврейские символы, что они означают, и все законы, и все праздники, к чему они это обозначают, это все, эти все праздники, они и есть, показывают, указывают путь на Иисуса Христа, что теперь Он и есть наш праздник ежедневный, каждодневный, и мы через Него вошли в обетованную землю. Иисус Христос, мы вошли, что такое обетованная земля? Иисус Христос, наши жертвы, нас привел на эту, как еврейский народ вошел, все ж таки, после сорока лет дети вошли, сами не вошли, все люди, которые вышли, но дети их вошли, да, в землю обетованную, где течет молоко и мед. И Господь Иисус Христос к своей кровью, через веру в Него, мы тоже вошли в эту обетованную землю, то есть мы вошли во святое святых, в присутствие Божие, и Он открыл нам, открыл нам завесу к Него, что мы можем находиться в этом. И все благословения, все Божьи обетования принадлежат нам, те, кто уверовал в эту Пасху, те, кто принимает эту Пасху, идите, Мои плоти, Он сказал, что такое? Это Слово Его, Моя плоть – это Его Слово, это Его заповедь, это Новый Завет, в котором мы живем. Вот такое Слово, поздравляю вас с этим великим праздником, пусть этот праздник будет настолько светел, всегда будет светел, всегда помните, что Господь на кресте сотворил и дал вам великую, великую свободу от рабства греха, освободил вас от греха и поставил чистыми, непорочными и праведными пред Господом, пред Отцом нашим, потому что кровь Его, это есть мы прошли через этот проход, прошли, мы прошли с Него и дал нам через эту вечную жизнь, через веру во Христа Христа, через Его смерть и воскрешение. Аллилуйя, слава, аминь. Аллилуйя, слава, аминь.